Всем привет, на часах 3 часа ночи или утра, кому как удобно и мы выдвинулись в аэропорт и летим в Вену, в Австрию. Сейчас топаем до каршеринга, машину забронировали, сейчас сядем и помчим, погнали. Доехали, нормально кстати, 330 рублей, каршеринг прям вот постоянно рекламы, но они в рекламе не нуждаются, круто сделали. Вот топаем вон туда и прошли регистрацию, сейчас поднимаемся и наконец прошли, все в печати и попадаем в duty free. Вообще тут цели нет никакой ничего покупать, погуляем, посмотрим, что есть. Вообще, мне кажется тут нельзя снимать, сейчас хочу немножко рассказать по ценам, начнем просто рассказывать, что где как стоит, чтобы кому-то может тоже было удобно. Туда-опратно у нас получился рейс на двоих, прямой, лететь 2 часа 5 минут, 25 тысяч рублей, но это вместе с багажом. Часто в Европу рейсы бывают без багажа, только с ручной кладью или там до 10 килограмм ручной клади, ну и чтобы не париться, так как у нас как минимум два рюкзака еды, взяли с собой еще чемодан. Ждем наш рейс, жрать в альпорту как обычно нечего, а если есть чего, то стоит нормальных денег. А у меня кстати еще сегодня началась самая крутая пора загрузка, когда 2 недели 100 или 50 грамм углеводов, сегодня наконец можно жрать углеводы, но углеводы все сложные, никаких быстрых, к сожалению. Можно сделать какую-то, например, овсянку с каким-нибудь там джемом нескалорийным, этим достаточно круто и вкусно грузиться. Также там у меня будет булгур, еще какая-нибудь крупа, белок конечно тоже будет присутствовать. Всегда еще в аэропорту приходишь, гуляешь по этому duty free, ничего там не нужно, покупать ничего не будешь, ходишь, гуляешь, смотришь. Что там, что ты нашла? Да, мне всегда что-то надо. Это даже если что-то нужно, там кто-то там бутылку, одну-две взял шоколадку, что-то еще, все равно дальше шатаешься и задам у duty free в другой. Кстати, время сейчас у нас уже 5 утра, а у меня получилось так, что я вообще не спал со вчерашнего дня. То есть я встал, поехал на работу, с работы приехал поздно, пока там собраться, пока туда-сюда что-то приготовить с собой, дорогу поесть и получилось то, что я вообще не ложился. Но надеюсь, сейчас у меня полет пролетит быстро. И с собой, как обычно, берем овсяну, блины. Очень просто, очень вкусно, очень быстро. 50 грамм овсянки, 2 яйца и какой-то наполнитель сверху. Пару минут обжарить на сковородке, двухсторонный. Отличный перепост, самое главное полезно. Чего мы смотрим в аэропорту? Котики и собачки. С собой у нас рюкзак, вон там видно, не видно, не знаю, полной еды. Еще один черный рюкзак, тоже полной еды. Но здесь у меня готовый, там нет, там сухой, там крупы. Все свое, можем с собой. Такая у нас красота. И наконец-то идем на посадку. И сейчас будем взлетать. Но там у нас вот такая красота. Так, мы наконец-то залетели, дождемся наш багаж. Выйдем на улицу, посмотрим, что как. И поедем сорвать наших апартаментов. Несмотря на большое количество народу, мы первый раз получили багаж. Быстро, прям сразу, как только лента поехала. Идем на таксишку. Стояли в очереди даже на такси. За одну посадку только 3,5 евро. Кстати, такая тема крутая. Ну, это мегафон, во всяком случае, есть. 300 рублей стоит роуминг всему миру. То есть, роуминг гудбай, по домашним тарифам будешь. Мы так пользовались уже Португалией. В принципе, и в инстаграм заходили. Ну, как бы старались. Не прям постоянно там сидеть, но вот так вот, периодически. Наконец-то добрались с ней. Вот, встретили уже нашу команду все. Всем привет. Подписывайтесь на мой канал. И сейчас пройдемся, пойдем покушаем. Смотрим, что где есть рядом. А дальше уже где что живем, попозже. Не, здесь это самое захолустное. Ну, одно из самых захолустных районов. Вчера были в прикольном парте аттракционов. Может, и велосипедовались. Огромные, наверное, часа полтора ходили. Ну, да, угарно. Вот. У нас обозрение такое офигенное большое. И там типа организовывают дни рождения, свадьбы всякие. Нам этих вагончиков заказывают еду. Надо по-любому там покататься. Женя, очень просто. Там же все меняется. Сегодня есть и завтра нет. А это мой. Набираете нужную вам модель, и вам там все покажет. Вкусно? Самое выгодное предложение в мире. Всего хоть чуть-чуть, всех тарелочек наложили. Вообще так интересно, кстати. Вкусно. Просто разнообразие. 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 Абсолютно так. Я вам именно эту штуку рассказывал. Да. И у меня разнообразие. Зашли мы в Биллу. Будем смотреть цену. Авокадо. Смотрите какие авокадо. Откреденные и мягкие. 1 евро. 3 евро. 750 грамм авокадо. Вообще класс. Манго в рубль. Фрукты, фрукты, фрукты. Помидоры. Сколько у нас наш любимый черри стоит? 3 евро. Цены в принципе не такие уж и до идеи. Дальше у нас фрукты. Фрукты, фрукты. Яблоки я бы сказал. Недешево. В магазине так не удалось бы снимать. Наехали там. Типа ой нельзя нельзя. Ну нельзя так нельзя. Найдем другой магазин. Сейчас в другом снимаем. Ну в принципе цены удивляют для Европы. Сейчас идем гуляем еще. Хасяна Блин всегда со мной. Тут вот. Подсолнухи, все те огороды. Там помидоры и огурцы. Гуляем по Вене. Зашли в какой-то парк. Вот название. Аугарден парк. Аугарден Вин. Вот. А там вот смотрите. Раз башня. Два башни. Эти короче башни построил Гитлер. В процессе войны не смогли ни снести, ни взорвать. Короче там такой цемент офигенный. Своим словами буду все объяснять. Что ничего не получилось. Башни до сих пор так и стоят. Такое вот местечко здесь. Сам парк там сколько-то хреновая туча гектаров. Очень большой, очень длинный. Ну дальше дальше идем. Вот эти собственно башни. Одна здесь и другая там. За деревьями. Башни эти не могут до сих пор снести. Потому что там столько цемента. Дополнен свой рассказ. Столько там цемента вбухнуло. Столько всего, что ее вот просто сейчас. Сейчас наши современные технологии не могут ее снести. И так и оставили как памятник фашизму. И на самой башне кстати написано. Никогда снова. Вот такая здесь штука. Вообще очень прикольно, очень круто. Продолжаем прогулки в парке. Вот такая вот здесь аллейка. Прикольная. Красиво. И вот эта башня. Большая. Конечно не знаю какая она придает или нет. Но выглядит прилично. И вот такая здесь аллейка. Обратите внимание как подстрижены деревья. Вроде бы обычные деревья. Но сделаны как такой навес, домик. Здесь уже вот такая осенняя картина. Так у нас все наши команды пошли гулять в центр. А я так как ночью спал. Немножко конечно в каком-то комматуре. Сейчас нахожусь. Лучше спокойно начну грузиться потихонечку. И сейчас отдохну. Сейчас мы в апартаментах нашего босса. Нашего шефа. Нашей команды. Вот тут несколько душевых. Туалет. Раз комната. Два комната. И три. Но мы с женой будем в своих апартаментах жить. Это немножко в другом месте. Будем отдельно. Сейчас немножко покажу, что я. Ну во-первых это пять бельнов с овсянкой. Это у нас 250 грамм овсянки. И съел уже роллы. И сейчас буду вот такую штуку есть. Это не рис. Короче какая-то крупа, зелень и креветки. И все осталось. Начинаем потихонечку подгружаться. Никакого сладкого. Будет в основном только соленое. И будут стараться сложные углеводы есть. Всем приятного аппетита. Так друзья. И смотрите. Еще одна фишка прикольная в Вене. Берем. Вкрываем холодную воду. Наливаем бокал. Пьем. Ваше здоровье. Вода реально вкусная. Вода реально чистая. И вот с утра получается весь день пью. Никакого дискомфорта. Ничего не ощущаю. А как бы как правило как обычно. Если что-то вдруг не так у меня. Допустим с водой. Часто в Москве бывает даже бутилированную. Какую-то куплю. Не знаю. Может там протухшую. Может просто некачественную. Сразу в животе начинаются какие-то неприятные последствия. После этого. Здесь же все отлично. Все в порядке. И на вкус тоже отличается. А то же самое бутилированное. Это приятнее как-то даже пить. Так что будете вене. Спокойно. Можете из-под крана пить холодную воду. Ну все. Я уже на улице. Уже поспал. Немножечко отошел хоть. Что-то перекусил. Вот такие здесь улочки. В принципе. Где мы были пока большинство времени. Везде такие улицы. Кузенькие. Небольшие. И реально так замечаешь. Что нету здесь деревьев. Нету земли. Как-то один бетон. Асфальт. Камень. И кстати поэтому. Сейчас идет дождь. И на улице чисто. Нету грязи. Как у нас. Не летит из-под колес. Грязь. Машины чистые. То есть даже лобовое стекло. У всех чисто. Причем здесь дождя не было давно. Как нам сейчас рассказали местные. И мы вообще приехали в магазин. Называется Трицепс. Представлять нашу компанию здесь. И дальше пойдем еще в какой-то магазин. Еще погуляем. И в банах на сегодня. Надо все-таки сходить в зал. Качнуться. Не нравится мне форма. Совсем не нравится. Ну первый старт всегда. У меня первый старт проблемный. У меня форма доводится через старт только. Так довести не получается. Ну посмотрим что будет. Ну сделаю максимум. А ну вот почти обманул. Все-таки деревца есть. Все равно не так много. Ну кстати тем не менее. Все равно чистота. Ну и побывали в одном да. В магазине типа Спортпита. Посмотрели что там и как. Сейчас очутились уже в центре Веды. Тут. Еще вон блогеры. И вот наша баночка. Круто. А кстати вот кто еще у нас в России экспортирует. Куда-то в Европу. Или еще вообще куда-то в Спортпит. Особо не знаю. Заходим. И что мы видим? У нас в Спортпит у нас стоит. Магазин спортирует питание. В центре Австрии. Зашли покушать. Рыба. Модельно лучшее блюдо. Всем приятного аппетита ребята. У меня картошка и буряш. Покушали. Сейчас потихонечку пойдем уже пекать свои аппортаменты. А вот что здесь происходит. Это прямо сейчас там вот внутри здания. Видимо идет представление. Вот это опера. И вот как бы идет. Здесь на экране показывают для всех. Прикольно? А вот такая просторная улочка. Похожа наверное на наш Арбат. Тоже магазины. Магазины. Фастфуды. Вон Бургер Кинг. Бургер Кинг нашел. Это хорошо. Макдональдс. Начался сезон. Начались путешествия. Меня это очень радует. Очень нравится мне это. Так и сегодня. Уже вряд ли мы пойдем в зал. Уже время позднее. Ну что. Первый старт. На твой первый старт поэкспериментируем. Завтра с утречка сгоняем в зал. Так легенькую тренировку сделаем. Обязательно ее запишем. Дальше у нас завтра регистрация. Пойдем по этой уличке. Классные люди. Причем вот никто никуда не спешит. Все спокойные. Нету вообще каких-то злых разъяронных. Как у нас в Москве. А это кстати. Какой-то ну крутой брендовый магазин. Пять этажей. Одних брендов. Ну и наконец первый день. Наш пребывание в Вене. Подходит к концу. Мы наконец доехали до своих апартаментов. Давайте покажу немножко. Что у нас здесь. Небольшая кухонька. Уютно. Все удобно. Все есть. Так. Ну здесь у нас туалет. Дальше у нас что? Здесь у нас ванны достаточно просторные. Единственный минус. Кто заметит минус? Заметите? Расскажу попозже. Пишите в комментариях. Увидите какой-то минус или нет? Нет. Дальше у нас здесь. Такая вроде как гостиная. Небольшая. Вот. И такая вот спальня. Жалко, что нет телека. А то есть вот такая вот тема. Меняется освещение. И минус, если никто ещё в комментариях не догадался, нет зеркала. Как можно без зеркала? Особенно не посмотреть ни формы, ничего. Ну да ладно, это тоже можно смотреть на телефоне. И ещё один минус. Это нет Wi-Fi. Вы себе можете представить? 21 век. Уже у нас всё на телефоне. Всё у нас делается через всемирную паутину. Тут нет Wi-Fi. Хорошо, как я уже говорил, в начале есть мегафон. У меня ещё, наверное, пару приёмов пищи будет. Да, перед сном. Завтра у нас утра. Я думаю, скорее всего будет тренировка. Ну небольшая, надо немножко всё-таки кровь наверху подогнать. Посмотреть как чего. Что-то начну тренироваться, да, сделаю. Там 1-2 подхода, посмотрю, всё нормально. Даже закончу тренировку. И дальше завтра регистрация. Главное, всем добра и спорта, и спокойной ночи. Всем привет. Второй день в Вене. Проснулись, позавтракали. Классные мюсли, типа запечённые овсянки и так далее. Идём в зал. Немножко надо посмотреть форму, потренироваться. Сейчас приедет Павел, начальник местного спортпита и так далее. Покажет нам где зал. Немножко потренируемся. Вот здесь будет наша тренировка проходить. Погода сегодня наконец-то морочит. Солнышко. Но утро пока ещё всё-таки немножко зябко. Ну надеюсь, дальше погода будет хорошей, разыграется. Ну вот мы в зале. Уже немножко качаемся. Тренировку, наверное, снимать не будем. Смысла особого нет. Сегодня просто по основным группам требует 15 пройтись. Обычное упражнение на обычных тренажёрах. Вот нашли такой закут очень классный. В принципе, вообще прикольно. Место надо в каждом тренажёре делать. А ещё, кстати, мне рассказали, что здесь немножечко устарели, так скажем, групповые программы. Точнее, здесь групповые программы не такого формата, как у нас. Здесь стоит экран. Люди приходят и на экране выбирают какую-то себе тренировку. Даже может один человек прийти, выбрать себе тренировку. И на экране перед ним будет стоять тренер. И его тренировка. Ну, то есть, вся тренировка будет идти вот так. Человек перед экраном. То есть, нету уже здесь тренировок групповых программ. Да и, в принципе, в зале особо не наблюдать. Даже тоже тренировки. То есть, как-то здесь уже всё немножечко по-другому идёт. Сейчас, на данный момент, такая форма. Вроде ничего. Покажу, пройду вам, какой здесь зал. Такой здесь зал у нас. Здесь у нас большая зона пресса. Много пресса. Дальше мы идём. Здесь у нас очень много тренажёров, бабочек, бэк-дэк. Здесь всякие тяги. Несколько тренажёров на спину. Слушайте, вообще классный зал. Такого зал вообще ни разу не видел. Много одинаковых тренажёров. Прям, я думаю, даже на никакой очереди. Вот здесь обозначение, что как делаем. Разведение ног. Жимы ногами. Тяга сверху. Вообще классный зал. Приятный, уютный. Большая-большая зона кардио. Много дорожек. Много велосипедов. Дальше у нас идёт, здесь у нас зона ног. Передняя, задняя у нас так. Здесь у нас тренажёрчики. Большие жимы. Висф-тридцать. Еще большая зона кардио. Здесь у нас пресс-отжимания на брусьях. Дальше у нас тренажёры по типу хаммеры. Вот и здесь тоже у нас хаммеры. Стойка, смита. Есть ещё подвал. Там у нас свободные веса, гантельки, смиты, грифы, штанги. Собственно, у меня сейчас спина. Потом крючки будут. Вот так. Так, потренировались. Немножко зашли. Взяли сегодня фруктов. Сейчас нужно немножко поесть фруктов, чтобы немножко у меня всё из живота провалилось вниз, и куда-нибудь потом ушло в белого друга. Ну, так надо просто. И смотрите, какой у нас здесь дворик классный. Вообще прикольно. Вообще не знаю, так уютно. Так классно, такой дворик вообще классно. В общем, сейчас нужно несколько раз поесть. Собираемся и мчим на регистрацию. Мы заграммировались. Мандем наполовину чёрный. Я тоже так же. Посмотрим, что здесь как и пойдём. Наверное, надо покушать ещё. Зарядились. Наконец зарегистрировались. Продолжается приключение. Поедем на электричке домой. Наша команда уехала. Вроде нашли нашу электричку, которая поедет. 21.23. Ещё у нас 15 минут есть. Главное покушать с собой взяли. И на станции мы одни. Вообще никого. Хорошо есть Wi-Fi, есть зарядка. И хорошо есть Александр Тимошенко. Есть время послушать. Постоянно смотрю, его слушаю. И слаб срулит. У нас воскресенье. День Х, день соревнований. Выдвинулись из дома. Сейчас на электричку. И в Санкт-Пюлтен на старт. Конечно, хотели чуть пораньше вытянуть. Но что-то как-то время 2 часа дня. И мы проспали. С утра делать нечего. В итоге отрубились. Надеюсь, что без проблем нормально всё успеем. Загримируемся, подготовимся и выйдем. И мы доехали до арены. Сейчас за кулисами. И сейчас начнется приготовление грим. Небольшая загрузка. Памп и на сцену. Я работала сзади. Modа survival. Спасибо, Денис. Так, ну что, друзья, итог вы все видели уже, 9 место на Diamond Cup из Австрии. Что сказать, конечно, недоволен, недоволен прежде всего не судейством, а своими ошибками. Грузился, грузился два дня и в итоге, так скажем, живот забил сильно и вследствие чего плохой контроль пресса и немножечко расширенной талии. Но на то есть вот такие старты. Посмотрели форум, увидели ошибки, дальше две недели до Arnold Classic, Европа, Барселоне. Будем работать, но на этом путешествие у вас тренироваться не заканчивается, еще два дня впереди. У нас должно быть в завтра мероприятие в зале. Крутая качалка, лучшая в Вене, там будет у нас тренировка, и я завтрашнего дня уже начинаю по полной херачить. Я отдам себе всего, я сделаю все, я вам обещаю, сделаю все, чтобы на Арнольде, Барселоне выступить достойно. У нас арена уже опустела и мне удалось перехватить главную судью, Хаса Марию, перекинуть с ним пару слов, спросить какие ошибки, что, как. И он очень сказал крутую вещь для меня, сказал, что для него я был в топ-3. Но он объяснил тем мое место то, что это разные соревнования, разные судьи, разные атлеты на сцене. Сейчас получилось так, что судьи решили поставить 9. По мне он сказал, что форма Сарнольд Классик улучшилась, он сказал, что понравился мне очень сильно. В какой-то степени он удивлен мое место. Так, указал мне пару ошибок, которые можно исправить. Для меня это прям такая подпитка хорошая. И собственно есть над чем работать впереди, как я уже говорил две недели. Две недели до Арнольд Классик. Так, и мы сегодня, у нас следующий день по соревнованиям, мы в легендарном клубе Вены в топ-джим. Смотрите, кто здесь бывал, да? И какой здесь стенд стоит. Вот так. И вот собственно этот крутой зал. Такое атмосферное место, так сказать. Стена почёта. И сам зал. Линейка тренажёров здесь, конечно, совсем бешеная, всё есть. Причём биомеханика тоже офигенная. Люди, кстати, тоже много спортсменов, здесь тренируется много качков. В общем всего не приличаясь, очень много тренажёров, очень много зон, очень много села. Стойки, жимы. Сюда ложишься и ногами туда выжимаешь. Дальше много-много гантелей. Кстати, очень крутая линейка хаммеров. Вообще супер биеноспорт. И мы после тренировки, ещё голодные после соревнований, приехали вот в такое место. Здесь за 10 евро шведский стол. То есть платите 10 евро, берёте всё, что хотите. Набираем свежих продуктов, рыбы, мяса, там чего угодно. И это жарит соусом на выбор. Пойдём посмотрим, что дальше. У нас макароны, гарниры, супы. Всё, что хотите. Мы уже здесь сидим часа два с половиной. Я вам скажу, что я наелся так, что я ни раз в жизни так не ел. У меня плохо уже стало. И вот наша команда Виносфорт. Чтобы было чуть попонятней, вот у меня осталось, смотрите. Один маленький кусочек бананчика. Я не могу его съесть. Нет, он не лезет. Посидели, поели. Сколько мы сидели? Часа три? Я не могу говорить. Боелись, накушались. Боелись? А пожрались, извините. Сейчас надо растрясти немножечко. По центру Вены. Ой, я пойду ещё поем. А вот, кстати, один член нашей команды, парень из Сербии, ездит вот на таком аппарате. М5, пацаны, девчонки. Вот он, вот этот парень. Растрясаем наш обедо-ужин. Смотрим, какую красоту. Кстати, вот тот вот собор, который он ещё виднеется, строили очень-очень давно. Но можете представить, что его строили вручную. Без всяких наших технологий, без подъёма крана, без всего. Называется Чумная колонна. Памятник посвящён Троице. Стоит прямо в центре Вены. Мясечко Шварцен Кэмэл. Чёрный верблюд, по идее. Любимая кафешка Бетховена. Мне часто зависал в своё время и кушал Бетховена. Кстати, да, вот представьте, сколько лет это кафе уже здесь. Мы поднялись туда, в этом доме жил Бетховен. Вон там старинная обувная. До сих пор делают обувь по старым традициям. Врать точно не буду, с 1800 какого-то года. По вам, новое крутое место. И это у нас ратуша. Ну и сегодня сюда приехал цирк. У нас где-нибудь на территории Кремля или ещё где-нибудь там думы. Можете представить себе цирк какой-нибудь? Как вам масштабы? Вот так культурный вечер, культурный досуг у людей. Конец. Я была большинка, отвела к ключевой universal морозん. Осritt Hebrew-роз. А у нас Soph. Это заживан. Всевышес, где-то в человеке сρέ offshore с Char说б avaient magari животных. soortевonte Hola. Хоряна. Субтитры делал DimaTorzok И у нас за оключительный день, с утра потайнилась быстренько, с чемодана собрали, пошли гулять. Сейчас надо перекусить и терзать, это мы любим. И мы оказались уже в аэропорту. И более того, наш рейс отменили. Мы ждем второй рейс через 3 часа. Собственно, сегодня ничего не стали снимать, потому что ничего интересного уже не было. Мы просто опять который раз покушали, походили по магазинам, еще раз покушали и поехали в аэропорт. В аэропорту, кстати, тоже. Мы приехали, все вроде прошли все контроли, туда-сюда. Ждем наш рейс, уже остается у нас до рейса полчаса. И нам говорят, что ваш рейс не просто задерживается, он отменен. И вы летите, мы должны были австрийскими лететь людьми, и нас присоединили на аэрофлот через 3 часа позже. Но как бонус, нас покормили. Причем покормили, в принципе, так хорошо. Получилось сколько с билетом? 12 евро за билет. А салат Цезарь стоит 10 евро. Да, салат Цезарь 10 евро. Обычно ничего не дают. Да, хорошо, хоть что-то дали. И вот в итоге мы вчетвером на 48 евро поели. Ну да, там на полтора евро вышли, в 49.50. Короче, на полтинник мы поели вчетвером. Вот, собственно, вот такая у нас получилась поездка. Если вам всем понравилось, оставайтесь с нами. И всем добра и спорта!